Украина усиливает средства радиоэлектронной борьбы, чтобы глушить беспилотники. По информации американского издания «Аксиос», Израиль согласился продать Украине защиту от иранских дронов. Журналисты не уточняют, против каких именно БПЛА они действуют, однако в основном Россия использует дроны-камикадзе «Шахет», поставленные Ираном, маскируя их названием «Герань». Украинские силы обороны научились сбивать дроны такого типа, причем используют для этого и авиацию, и зенитно-ракетные комплексы, и крупнокалиберные пулеметы. Так, например, пресс-секретарь Воздушных сил Украины подполковник Юрий Игнат рассказал, что один пилот за день сбил пять «Шахет-136». По оценкам, которые приводит «Аксиос», ВСУ удается перехватить три четверти беспилотников, а иногда даже 90%. Однако, кроме ЗРК, ракеты-пулеметов, которыми сейчас в основном сбивают дроны, есть более современные способы борьбы с беспилотниками, на которые не надо тратить боеприпасы. Это как раз системы РЭБ. Израиль – один из мировых лидеров рынка. Его антидроновые системы развернуты вдоль границ с Сирией, Ливаном и сектором Газа. И вот, по информации американских журналистов, Израиль утвердил экспортные лицензии для продажи технологий Украине. Об этом рассказали израильские и украинские чиновники. Антидроновые системы могут помочь Украине противостоять иранским шахедам. Ранее Израиль был осторожен и не оказывал военную помощь Киеву. СМИ писали, что власти опасались напряженности в отношениях с Россией и что это может нанести ущерб интересам безопасности со стороны Сирии. При этом Израиль отправляет Украине гуманитарную помощь и лечит украинских военных. И вот теперь речь идет о возможной продаже антидроновых систем. Что же подтолкнуло к такому шагу? По словам израильского чиновника, власти хотят увидеть, как системы работают против иранских БПЛА в реальных условиях. Вероятно, обострение отношений между Израилем и Ираном только поспособствовало такому решению. Хотя в правительственных кругах утверждают, что одобрение лицензий не является изменением в политике, поскольку системы носят оборонный характер. Но даже это, пусть и небольшое решение, играет в пользу Украины. Ведь в первый год войны власти Израиля отказывались передавать не только наступательное, но даже оборонительное оружие. В ИСУ тогда получили одеяло, лекарственные препараты, защитные жилеты и каски. По информации источников продажу лицензий, в середине февраля утвердили министр обороны Израиля Юав Галланд и министр иностранных дел Эли Коэн. Тогда по поручению премьер-министра Бениамина Нетаньяху правительство пересматривало политику в отношении войны России против Украины. Зеленскому о решении сообщили во время визита Коэна в Киев 16 февраля. Лицензии на поставку антидроновых систем Украине одобрили для двух компаний, Эльбит и Рафаэль. Беспилотники смогут перехватывать на расстоянии около 40 километров, а сами устройства можно устанавливать рядом с электростанциями или другими важными объектами. Украинский чиновник на условиях анонимности рассказал, что делегация Министерства обороны Украины недавно посетила Израиль и посмотрела презентацию, но само соглашение официально еще не подписано и подробности контракта не разглашаются в СМИ. А что вы думаете об этом? Пишите в комментариях и подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы, чтобы первыми узнавать правду.